МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надеть маски. Сколько заболевших гриппом в регионе. Десятки пострадавших. Кто вернет алтайским вкладчикам деньги, вложенные в Азиатско-Тихоокеанский банк. Зима на Алтае. Почему на озеро Светлое в этом году прилетело рекордное число лебедей? Наши новости начинают работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. В Алтайском крае введен карантин по гриппу и ОРВИ. В регионе зарегистрировано более 20 тысяч заболевших. Больше половины из них дети до 14 лет. Уже на прошлой неделе был прекращен учебный процесс в Михайловском, Смоленском, Косихинском, Романовском и еще восьми районах края. Напомним, что занятия в детских садах и школах отменяются, когда заболевает 20% детей в группе или классе. С сегодняшнего дня запрещено навещать больных, находящихся на стационарном лечении. В больницах, магазинах и других точках массового скопления людей введен масочный режим. Врачи рекомендуют воздержаться от посещения общественных мест, чаще мыть руки. При первых симптомах ОРВИ или гриппа не заниматься самолечением. В минувшую субботу вкладчики барнаульского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка присоединились к всероссийской акции протеста. Больше тысячи человек по всей стране купили так называемый вексель, вложив в него свои сбережения. Позже выяснилось, что ценная бумага оказалась продуктом совсем другой фирмы. Нам продали продукт банка. Оказалось, это вексель, который мы никогда никто не видели в глаза. И в мае месяце мы все узнали, что выплаты по этим вкладам у нас заморожены. То есть банк составлял договора с дочерней компанией ФТК. Ни концов, ни края мы не можем найти. Нас отправляются бы, мы куда только не писали. Ни банк, ни сторонняя фирма ФТК не намерены возвращать людям деньги, перекладывая друг на друга ответственность. Говорят пострадавшие, которых только в краевой столице порядка 40 человек. Сейчас вкладчики ожидают очередного судебного заседания. В отношении банка заведено уголовное дело. Сегодня ночью во всем мире, в том числе в нашей стране, началась распродажа «Киберпонедельник». Жители края тоже могут присоединиться к этой акции. Она проходит три дня, в отличие от «Черной пятницы». Во время «Киберпонедельника» производители делают скидки в интернет-магазинах. Продавцы обещают выгодные цены не только на электронику, но и на одежду, товары для дома, книги и не только. Однако, по словам маркетологов, не стоит впечатляться скидками в 60, 70 и 80%. Не исключено, что некоторые магазины сначала накручивают цены, а потом резко их снижают. Сегодня для жителей Барнаула и гостей города впервые проведут экскурсию по Кушерскому стационару Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Всем желающим расскажут об особенностях течения беременности, правилах поведения в родильном зале, о том, как ухаживать за новорожденным и почему грудное вскармливание лучше искусственного. Экскурсию проведет Владимир Боровков, заместитель главного врача центра материнства и детства. Он ответит и на все интересующие вопросы. Желающим побывать на экскурсии при себе необходимо иметь халат, бахилы, маску и шапочку. Предварительная запись не требуется. Начало в 14.00 по адресу Попова, 29. Рекордное количество лебедей прилетело в этом году на зимовку в Алтайский край больше тысячи. Как рассказал нашим новостям орнитолог Алексей Эбель, это более чем на 100 особей больше, чем в прошлом году. Орнитологи и волонтеры выяснили это в ходе ежегодной акции по мониторингу зимних водоплавающих серая шейка. Подсчет ввели в лебедином заказнике в советском районе, а также рядом с Бийском. Напомним, благодаря уникальным незамерзающим озерам и протокам, примерно с середины прошлого века на Алтай прилетают зимовать несколько видов лебедей и диких уток. Каждый год их становится все больше, примерно на 100 особей. Ученые отмечают, что сегодня это самая большая в Сибири зимняя популяция. В том числе поэтому, считают ученые, что пернаты находятся здесь под охраной государства. Более того, уже несколько лет озеро Светлое является местом паломничества туристов. Каждую зиму здесь бывает по несколько десятков тысяч любителей природы. Кстати, в конце прошлого года ученые окончательно выяснили, откуда прилетают лебеди. Их родина является Салихарская тундра, севернее Томска. Юные вокалисты Края в минувшие выходные принимали участие в конкурсе популярной эстрадной музыки «Поющий Кеша». Настоящая битва развернулась среди солистов, которых набралось почти 80. Нашей съемочной группе уже после конкурса удалось пообщаться с членами жюри. Кстати, оценивали выступления юных артистов ведущие вокалисты Новосибирска, Кемерова и Барнаула. Эксперты отметили удачно подобранный репертуар, не было современной попсы, все больше старых и добрых песен. Каждый номер – это отдельная история с неплохой актерской игрой. В этом, по мнению жюри, большая заслуга педагогов. В каждой возрастной номинации определились свои победители. А «Поющий Кеша» в очередной раз соберет певцов через два года. Это один из немногих конкурсов для вокалистов, которые проводят в нашем регионе. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». Реагируйте на погоду? В любую погоду лекарство «Гинкаум» способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На всей территории края мороз. На Врубцовске до минус 27, 20 в Белокурихе, 18 в Бийске. В краевой столице пасмурно и до 25 мороза. Напоминаю, телефон редакции Барнауле 722 440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин